Из этого цеха черноморская барабуля, ставрида и хамса отправятся в магазины и рестораны всей страны. Из небольшого инкермана рыбу поставляют в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Москву и Екатеринбург. Компания для города стратегически важная. И три года назад она стала частью госпрограммы по развитию рыбного хозяйства. Из бюджета Севастополя на развитие получила 25 миллионов рублей. На эти деньги закупили новое оборудование для штучной заморозки и упаковки. Теперь здесь могут изготавливать около 30 тонн продукции в сутки. Мы открыли новый цех по шоковой заморозке. Что это значит? В этом году у нас идет обновление флота и буквально в сентябре месяце приходят два дополнительно рыболовных судна, которые будут заниматься прибрежным ловом для обеспечения цеха. В планах правительства Севастополя помогать предприятию развиваться и дальше. Ведь это не только рабочие места для жителей Инкермана. Сейчас здесь трудятся около 100 человек. Но и поступление в бюджет города. Сейчас предварительно объем налогов, который город получает благодаря этому предприятию, около 50 миллионов рублей. Это достаточно серьезное для нас предприятие. И потенциал тоже очень большой. Поэтому будем смотреть, чем сможем помочь. Конечно, будем поддерживать. От промышленности к медицине. В этом году после капитального ремонта открыли взрослую поликлинику горбольницы номер 9. Здание построили в середине прошлого века и ни разу не ремонтировали. Хотя сюда за медицинской помощью приходят все жители Инкермана. Это 16,5 тысяч человек. Обновились здесь не только инженерные сети, фасады и кровля, но и медоборудование для диагностики. На очереди такое же перевоплощение детской поликлиники и лаборатории. Пока мы проектировали бы и строили новые поликлиники, людям надо опять же оказывать помощь уже не в старых облупившихся стенах, а вот хотя бы в таком виде. Поэтому решение компромиссное, но на сегодняшний день важное. Поэтому ремонт заканчивается, здесь такой будет блок. Не обошлось и без проблемных вопросов. В этих домах жители уже два года ждут подключения газа, хотя все трубы к ним уже давно провели. Наконец вопрос сдвинулся с мертвой точки. На прошлой неделе правительство выделило деньги на экспертизу проекта. И в ближайшее время Ростехнадзор введет оборудование в эксплуатацию. Трубы подвели в прошлом году, приходили сюда ребята, значит, с газа. Завтра придут ребята с газа уже в этот раз. Так нам надо дома тогда сидеть. Будущее города в руках его детей. На этой базе греблей занимаются школьники из Инкермана и северной стороны. Здание строили в 70-х. Ни разу не ремонтировали. И хотя условия не самые приятные, ребята все равно завоевывают золотые кубки даже на международных соревнованиях. По программе ФЦП для них построят новую современную базу. Михаил Развожаев сообщил, что проект возьмет под личный контроль. На водно-оревной базе у нас занимается 61 спортсмен, 3 тренера. Если база будет построена новая, она будет построена, то, безусловно, количество спортсменов будет больше. Данная база, она, во-первых, спроектирована по всем стандартам. В учреждении порядка 70 человек, пропускная способность в смену. Комплектация помещений позволяет проводить тренировочные мероприятия как на воде, так и тренажерные специализированные залы для гребли. Инкерман постепенно преображается. Здесь появляются новые рабочие места, комфортная медицина, крупные спортивные объекты и современные парки и скверы. Только на благоустройство в этом году муниципалитету выделили 26 миллионов рублей. Все эти деньги уже использовали. На новые проекты Михаил Развожаев поручил выделить дополнительные средства. Екатерина Брега, Андрей Тымчук, Новости Севастополя.